Знаете ли вы, что недавно депутаты Европейского парламента жестко раскритиковали Казахстан и предложили ввести санкции против нас? Европарламент на пленарном заседании принял специальную резолюцию по вопросам прав человека в Казахстане. Новость явно порадовала лидеров ДВК Мухтара Облязова и активистов Кощепартиаса. Но на самом деле в этом документе есть ряд вещей, которые угрожают казахскому воспитанию и национальной идентичности. Облязов и его лысоватые сторонники активно продвигают резолюцию Европарламента, горячо выступая в социальных сетях за внесение поправок. Но всегда есть одно но. Если прочитать эту резолюцию до конца, там евродепутаты призывают власти Казахстана узаконить права ЛГБТ на примере своих стран, где в парламенте сидят представители ЛГБТ. Но Мухтар и его команда почему-то об этом ничего не говорят. Они используют резолюцию как дорогой бренд, но с гнилой начинкой, пытаясь вовлечь в свои ряды геев, лесбиянок, трансгендеров для массовки. У меня контакт с ЛГБТшниками нашими казахстанскими. Они мне так регулярно пишут. В общем, они тоже присоединятся. Это будет очень колоритно. Эти открытые ЛГБТшники открыты. Смотрите, что будет. Там будут обязательно западные журналисты. Это им интересно. У ЛГБТ сообществ очень сильная поддержка за рубежом. У феминистов за рубежом. Евроньюз покажет. Западные издания покажут. Сейчас штаты специально принимают закон, приняли точнее закон при Байдене. Все, что связано с защитой ЛГБТ, сообществ, феминизма и так далее. То есть они уже государственную политику собираются проводить не только в штатах, но и за рубежом, везде по всему миру. Фактически это совпадает с глобальными повестками крупнейших стран. И самое неприятное. Люди, не зная всей правды, верят этому человеку, который всего лишь навсего преследует свои цели и продвигает права ЛГБТ. Не стоит ждать добра от человека, далекого от национальных интересов и казахского воспитания.